Всем здарова ребятки, меня зовут Павел и это очередная серия прохождения Medieval Dynasty и у нас есть парочка моментов, которые стоит обсудить. Первое это большущее спасибо за фидбэк, кто-то писал в комменты на ютубе, кто-то писал в телегу, кто-то писал в личку в дискорде, все это прочитал, все моменты учел, очень приятно, спасибо, большой пласт информации мне пришлось усвоить, я этому рад, теперь я об игре знаю немножечко больше. И из этого следует второй момент, в общем у меня оказывается стояла бета, она обновилась и у меня нафиг крашнулся сейв и поэтому седьмая серия у нас это новое сохранение, но я добился тут того же прогресса, который был и в крашнутом сейве в общем. Поскольку я ланцы пупы, мне не удалось при откате там от беты к стабильной версии и так далее воскресить сейв, я просто сделал новый и все то же самое прошел. Вот те же самые квесты, тот же самый прогресс, домики я поставил здесь же, ничего не поменялось, все то же самое, единственное что я немножечко заморочился, хотел сделать и себе и вам приятно. Я построил вот тут вот такую историю и задекорировал ее, потому что мне стало интересно, люди написали, что оказывается, оказывается, теперь можно декорировать вот таким вот способом все что угодно, выкидывая своего инвентаря там вещи, доски, их можно расставлять. И я, воодушевленный этой прекрасной идеей, начал все что есть декорировать. Вот так это у нас выглядит, поставил короче два забора и между ними распихал цветочки. Мне показалось это красивым, ну это эксперимент в большей степени, потому что мы же отсюда будем переезжать, это у нас временная мера такая, да, для того чтобы подфармить ресурсов. И вот уже, когда мы переедем, куда я планировал, где-то вот сюда, потому что здесь ровно, а может быть и сюда, потому что здесь большое такое просторное место, да, вот. И там уже на новом месте будем декорировать, что есть мощи, такие дела. Значит, что у нас по изменениям в новом сейве? Постарался прям идентичный-идентичный сейв сделать. А, эти вот всякие, мне объяснили, что на карте появляются точки интереса, они всегда рандомные, спаунятся каждый раз что-то свое. И вот на этом месте, возле нашего домика, тут вот такой вот, как это, ну лагерь лесорубов, судя по всему, был, да. Тут валялся топор, который я уже успешно израсходовал на деревья. В тюках там лук был, я его съел, ну был очень голодный, знаете, и поэтому скушал остальные, вот, все, что вдоль дорог. Две телеги было точно такие же, как, ну там, в первых-вторых сериях. Ничего такого. Дальше в лес не ходил, ничего не трогал, потому что хочу запечатлеть это все с вами. Такие дела. По навыкам, смотрите, я тут дипломатию не тратил. По, это что у нас, добыча. Я взял навык охотник за сокровищами, чтобы добавить шанс найти что-то дополнительное при глине и пройти во второй этап. Тут 50 ресурсов возвращаются при сломе построек, вместо разрушения, вот. И, 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 и навык мул я взял, потому что стало интересно играть с ограниченным весом. Вот, сейчас еще объясню почему. В навыке охота, ну я не особо охотился, собственно, потому что в предыдущем сейве я там всего один раз на охоту вышел. Вот, такие дела, и поэтому здесь у меня всего одно очко, и я потратил его также на уменьшение шума при подкрадывании. В сельхозработах что взял? Навык, который называется молодецкий посвист, или посвист, дает нам возможность призывать свистом своего скакуна, которого у нас нет, надеюсь, скоро появится. Ну и 50% шанса больше собрать дополнительный урожай на полях. Далее. В ремесле тут все взял в стройку, как и, ну короче, ничего не поменялось. Вот. Все сделал так же, чтобы эти, так, стакалась у нас скорость строительства, да, она правильно, как-то ее так обзову. Вот. Мастер на все руки, производство в кузнице быстрее. Ну тут два из трех, неполный навык, в общем, все так и осталось в выживании. Кучу веток насобирал. Теперь навык выживший взял полностью на троечку, на 30% медленнее потеря еды и питья, на 30% медленнее расход выносливости. При движении навык атлет в режиме проверки видны палки, камни, грибы, перья и травы. Перк Чуйка и увеличил немножечко хп на 20% навык Крепче Дуба. Вот. И поскольку в шестой серии она кончилась тем, по-моему, что мы в Гастове продали кучу флаконов, я, собственно, так же и сделал, потому что, грубо говоря, смотря свое же прохождение, я в новом сейве развивался. Ну, чтобы ничего не нарушить, знаете. И я тут прокачал один только навык, вот Дипломат, приносит на 20% больше очков репутации династии, и у меня есть 2 очка, короче. Я вот в замешательстве, если честно, очень хочется посмотреть, как работает навык Эмпатия, выявление натуры неигровых персонажей в процессе разговора. Зачем это нужно? Как я понял, и как вы мне, опять же, объяснили, вот эта вот штука при разговоре с будущим нанятым поселенцем максимально точно в виде такого бара показывает, что у него по навыкам. Но, вот тут вот на втором этом ярусе этого дерева навыков есть еще навык Бартер, который на 10% лучше цены продажи и покупки делает. Я вот, если честно, в замешательстве. Давайте, знаете, как сделаем? Наверное, возьмем навык Эмпатия, вот так. Хотя нет, я уж что-то думаю. Да, ребятки, короче, все-таки я оба очка в Бартер вбухаю, потому что слишком много денег нам нужно сейчас. Вот, и что у нас по поселению? Я тут немножечко декора навел, разбросал вот тут вот бревна, досочки расставил. Вот это вот вообще копья. Решил как-то, ну, остановить бревна, которые скатывались. Распихал тут всякие корзиночки плетеные. Внутри, ну, тут у меня один одуванчик, это вот мой дом, тут ничего не поменялось. Возле колодца поставил ведро, также корзиночки разбросал, там вот камушки. Давайте пройдем сюда. Это домик поселенцев. Кстати, у них другие имена, потому что я не нашел поселенцев с теми же именами. Также барсучьи шкуры. Поставил им вешалку. Удалось повесить на вешалку корзину с травой. Выглядит, кстати, вполне себе неплохо. Только мне кажется, что с освещением в доме беда, потому что у меня по-прежнему нет рецептов на декор, в том числе на освещение. И тут на полочке, что тут, флакончик деревянный, цветочки и по мелочи. Есть еще пару моментов, фишечек таких, фитотек. В чем они заключаются? Они заключаются вот в этих штуках, которые принесли в новом обновлении разработчики, их добавили. При этом сломали мне сейв к чертовой матери. Но зато теперь есть функциональные, блин, контейнеры. Бочка. Я сюда сложил все травы, короче. В этом сундуке он 50 килограммов имеет вместительности. Инструменты все положил. В соседний сундук положил все, что касается пищи и воды. Но тут только вода. Я просто все скушал. Ну а здесь такое. Черепа, кожа, мех. Вот, кстати, надо бы кожи взять парочку. Потому что по квесту нужно мешочек сделать. И вот это вообще фишка фишек. Спасибо большое, кто писал по поводу того, как делать гниль, чтобы потом делать из нее удобрения. Но теперь есть компостная яма. Я, короче, ягод сюда навалил. Так добрую кучу, которую по пути собирал. И вот тут уже есть 237 единиц гнили, из которой можно сделать удобрения. И не нужны свиньи, и не надо его, блин, покупать. Вот. Что тут? Ну тут мастерская первого уровня. Охотничий домик. Узница. И две... Два сарая дровосеков. И вот у нас Батильда. Первый дровосек. И... 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 как тебя зовут? Дедер. 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 Или дедер. Ну пускай дедер будет. Здесь тоже небольшой декор такой. Корзинка. Лохань с камнями. Ну такое. Попытался... Короче... Смотрите, какую интересную штуку. Заметил. Два забора рядом. Вот как там. Но здесь они разные. И оказывается, их нужно аккуратнейшим образом расставлять. Так, чтобы это было не впритык. Иначе внутрь ничего не влазит. Вот в следующем нашем декорировании. В следующих сериях, когда будем это все делать, учту обязательно. Вот в принципе такие и дела. Ограниченный вес. Включил. У меня есть 4,5 тысячи монет. 45 килограмм могу переносить. И нам нужно куча-куча денег. Потому что теперь в первую очередь я хочу купить рюкзак. Ну и в этом сейве еще изменения по полям. Я купил здесь, по-моему, 50 семян льна. Семян. Семен. Здравствуй, Семен. И 20 семян капуста. Капуста это первый день лета. Как и в прошлом сейве. Вот. И собственно что. Капуста созрела. Давайте пока ее соберем. Почему бы и нет. Нужно сделать... У меня там мясо лежит где-то. По-моему, у меня в доме. Нужно сделать похлебку. Новое здание. Свинарник. Это замечательно. Мне написали. Это тебе тоже большое спасибо. Блин, такой громадный фидбэк получил на последних сериях. Столько всего полезного вы мне рассказали, написали. Я теперь преисполненный знаниями буду тут так сильно и эффективно развиваться, как даже не предполагал. Так. И вот первый перегруз. Да. Такое себе. С какой скоростью я иду? Мать-тирь божья. Вот это шаг. Это так здесь работает? Ничего себе. А назад он как идет? Шикарно. 68 килограмм из 45. Выкинуть половину. Принять. Вот. Один качан всего лишь мешался ему. Где-то в неудобном кармане лежал. Что-то передавливал жизненно важное походу. Где-то тут у меня было мяско. Вот. Хорошо. Разжигаем огонь. Котел. Супы. Деревянная чаша еще нужна. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну-ка. Деревянную чашу надо сделать. Или они у меня где-то здесь лежат. Чаша. Возможно я их. Да. 50 штук. Берем. А делаются они из чего? Вы не помните? Эх. Мне кажется 50 чаш будет мало. Летние ограды. Чаша делается из бревна. Количество 5 штук. Угу. Ну понял, принял. Встаем рядом. Берем капусту. Берем мясо. Нажимаем создать. А я из какого мяса делаю? Ой. Знаете что? Ну наверное вот это мясо. У которого 100% свежести. Оставим пока лежать. А сами возьмем то, которое уже такое. Супы. Один сделал. Эх. Не до тёпа, не до тёпа. Надо было сразу все продумать. 3-4 похлёбки. Нормально. Вполне себе. Нормально. Мне понравилось, что похлёбка еще и в воду добавляет. По-моему максимально удобная штука. И поел, и попил. Бурдюк только еще надо. Так. Значит мяса не хватает. Капусты хватает. И 15 деревянных чаш. Давайте сразу запасем. Создать. Новый уровень чего? Ремесло? Кайф. 8 похлёбок. Нормально. Вполне себе. Неплохо. Новый навык. Ремесло. Это сейчас... Это... Зайдем. Сейчас глянем. Надо обязательно это все... Вот она похлёбка 43 штуки. И семян капусты целых 57. Давайте сразу мешочек сейчас смастерим. А, на него три кожи надо. Эх. Возьмем... Кожа. Одну штучку. Пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Что мы еще сюда можем переместить? В общем-то и ничего. Давайте семена сложим в бочку ко всем растениям. Где семена? Семена, семена. Вот они. Так. Деревянную чашу положим обратно в сарай. Где она? Семь штучек. Делаем мешок. Быстро делается. Он нам пока что не нужен. О, подсказка. Места торговцев. По долине разбросано множество специализированных торговцев. Не стесняйтесь обращаться за помощью к соседям. Они могут направить вас к желаемому продавцу или животноводу. А к чему эта подсказка? А, вот смотрите. Глава 5. Ферма. Справа вверху. Нужно купить 15 удобрений. И по 15 семян. Пшеница, морковь, капуста. Это что, сейчас мне придется еще что-то заново сажать? Мешочек нам с собой не нужен. Хотя он и весит немного. Капусту нужно отнести. Мы ее вот сюда положим. 11 килограмм, блин. Нифига себе. И самому уже пора кушать. И где-то там я оставил же еще половину добрую своего урожая. Вот она, капуста покатилась. Ну мыть теперь придется. Че? Оооо, опять перевес. Мдааа. Короче, настройку я однозначно буду подключать неограниченный вес. Потому что бревна в количестве там 50 штук таскать туда-сюда. Это, конечно, будет интересный игровой опыт. Ну-ка. Как-то так. О, подождите, я же могу. А че, я не могу ее схватить. Вот как я декор делал. Блин, мне одну капусту нужно подобрать. А вторую просто... Блин. Да еб... Парасетэ. Вот так я хочу ее понести, потому что я хитрожопый. Нельзя ее так принести. А в каком количестве ее можно так носить? Ой, пока экспериментировал, можно было уже... Два раза сходить туда-сюда. Все, перегрузил я эту капусту. Тот еще, блин, квест. Что там у нас в навыках добавилось? Два очка дали. И че мы тут можем с вами? Изобрести такого приятненького производства в мастерской кузницы быстрее на 25%. Вот это что? Швейная лавка на 10% быстрее. Вот это че? Расход выносливости во время строительства меньше? Вот это все, вот то, что добавляет мастер иглы и нитки, шеф-повар, который ускоряет производство, нам, наверное, не подходит. Вот, нам бы как-то сохранить вот расход выносливости, да. Но с другой стороны, такой маленький баф тоже, что за баланс 5% всего. При втором уровне будет 10. Ну, не знаю. В общем, я тут подумал, что навык вот строитель пока что для нас более-менее выгодный. Почему? Потому что если мастер иглы и нитки, и шеф-повар нам сохраняет только время, то прораб, вот этот вот расход выносливости, тоже касается только времени в основном, да. А вот навык строитель нам сокращает расходы либо материальные, то есть, да, количество монет, на которые мы будем покупать эти молотки, либо на ресурсы расход сокращает, из которых мы будем эти самые молотки делать. Тем самым у нас сокращается время и нужда идти в магазин, или фармить ресурсы, да, на молоток то же самое, и еще и на крафт. Поэтому навык строитель считаю приоритетным пока что. Ой, а тут на следующем уровне аж на 15%, а я думал, они по 5 прибавляют каждый раз. Ну, неплохо. Распределили. В древе технологии еще у нас что-то добавилось. По-моему, это был свинарник. Сагон для ослов. Вот это тоже хорошая тема для обсуждения. Мне несколько человек писали, что копии, в общем, до лошади. Кто-то пишет, что осел больше переносит. Лучше, ну, кто-то там мне написал, что сосла до сих пор не слажу. Кстати, да, еще раз спасибо, ценная инфа. Но, объективно говоря, постоянно на своих двоих ходить, это как минимум медленнее, чем ездить на ком-то, да, и переносимый вес тоже. Мы можем сами перенести меньше, чем мы бы переносили с помощью осла. Осел, вот это вот следующий этап в древе технологии сельского хозяйства. И как мне кажется, где тут вообще лошади-то? Конюшня аж на две тысячи очков, ребята. А загон 250. Я думаю, что нам срочно нужно увеличивать навыки сельского хозяйства и покупать осла. О, да. Но, 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 для начала мы с вами, знаете, что сделаем? Мы сейчас возьмем доски, тут всего 35 штук, ой, 32, все равно берем, и у меня уже перевес. Эх, нехорошо. Ой, как же разработчики это туговато сделали, что это за слоумо такое? Вот это да. А могу ли я все-таки, я буду продавливать эту идею до конца, выложить доски, а я не могу их взять, наверное, потому что их большое количество слишком. Давайте попробуем 17 досок перенести. Тоже нельзя. Ну, зато можно вот так вот. Идем сюда. Выкидываем доски здесь. Идем обратно. Берем вот эти 16. Так-то идея неплохая, ограниченный вес. Нужно постоянно за чем-то следить, инвентарь не захламляется, да, лишним. Вот все, что у меня было в инвентаре, если бы я не переключился, да, на ограниченный вес, вот эти вот раз, два, три, четыре контейнера, они все были бы вперемешку. Ну, не знаю. Так, бревно весит, сколько одно весит? Два с половиной килограмма? Я могу взять штучек 14, не могу взять 14 штучек, могу взять 7. И то у меня будет большущий перегруз. Ладно, ладно, я все понял. Создаем доски по максимуму. Я нашел истину в производстве флаконов. Все, что нужно для торговли, это большое количество дешевого товара, который не требует особых трудозатрат. Ну, сами посудите. Вот у нас есть два дровосека, где они тут... Что у них по еде, кстати, дерева им достаточно, воды достаточно, пищи... У них мало пищи. А почему у них мало пищи? А потому что я заболтался, болтушка, блин, и не принес им в житницу ресурс. Бертальда, Бертильда, Батильда. Да, Батильда и Дидер. Наши два дровосека. Пока мы что-то ходим, выполняем квесты. Эти два дровосека лесоруба притаскивают к нам в ангар, в сарай, дерево. Мы, значит, приходим, рубим все на доски, делаем флаконы в большом количестве и идем их продавать. Схема надежная, как швейцарские часы. Вода, жажда имеет, бла-бла-бла, я понял. Похлебка. Что у меня тут остается? Овсянка и рулет? И лепешка. Да, я все вам скину. Ой, они с факелами теперь ходят. Нормально. Выкладываем доски. Хотя имеет ли это смысл их выкладывать? Я же эти теперь флаконы тоже в большом количестве-то не перенесу. Летние и ограды, флаконы. Давай, посмотрим, сколько выйдет. 460 выйдет, да? А, ну да. Вы несете слишком много. Да неправда. Ну, с этим можно жить, да. С этим можно еще как-то... Значит, нам нужно идти в Гастовию. Зачем? Сейчас объясню. У меня в инвентаре есть лук и стрелы. Каменный нож. Надо бы его, кстати, добить уже. И выкинуть лишний факел. Можно скинуть вот сюда. Так, далее что у нас? У нас одежды нету. Инструмента нормального, железного. У нас нету. По идее пока нормально все. Даже медицина есть в виде подорожника. Флаконов на продажу. 460 штук и монет 4,5 тысячи. В общем, какой план барабан у меня сейчас перед глазами стоит? Ну, такой, примерный. Я хочу пройти до Гастовии, продать там флаконы, которые есть сейчас. Поехать, спросить у этого извозчика, где продается инструмент. И поехать туда. Там закупить парочку топоров. Ну, я правда еще цены не видел, ребят. Если честно, мне дико интересно, что тут вообще с балансом экономики и так далее. Но, как мне кажется, нам нужно обеспечить наших двух работников топорами, инструментами. Себе купить косу, чтобы срубить лен. Лен же он правильно посадил, да. И нам же потом из него нужно будет и льняное семя там и так далее. Помимо этого нам еще мотыга нужна. Нужно кирку сделать. Опять же, потому что с деревом у нас вроде как поставки уже налажены. Но нет руды никакой. А первые рецепты хотя бы медные. Я бы уже купил. Вот. Ну и, короче, инструмент обязательно. Рюкзак. И, возможно, возможно, сейчас у нас лето. Значит, осень следующая, затем зима. Я думаю, одежду мы пока что покупать не будем. Вроде как бы нормально. Сейчас вот температура, где-то ее можно было тут смотреть, по-моему, на карте. Да, плюс 19. Вполне приемлемо. А если уж и понадобится какая-то одежда, ну, как я себе это вижу, отпишите тоже, рационально ли. Ну, вот как мне кажется, если у нас появится вот эта куча-куча льна, там же есть рецептики элементарные. Где она у нас тут? Швейная лавка. Тут вот есть и брючки из льна и кожи, и шляпка какая-то, ну, там койф, в крайнем случае, да. Как бы тут элементарные первые рецепты на лето-осень есть. Вот на зиму уже другое дело. Я тут соглашусь с вами, да, зимой уже посложнее. Но в одежде пока смысла не вижу. А че-то я еще опоздал, похоже, да? Время-то у нас на карте сколько? 21.47. Как я понял, торговля работает с 8 до 8. А мы немножко припозднились. Блин. Заболтался, я что-то заболтался. Подождите, ну все работает. А ну-ка, как тебя, Доброньего? Две тысячи у тебя. Ну, продай-ка мне, пожалуй, там. Сначала забирай все флаконы, нафиг. И что у тебя есть? Бурдюк. Я только что увидел. Да, бурдюк. Не хочу носить с собой ведро. Оно слишком много весит. А вот бурдюк можно было бы купить. Давайте сразу. Одну штучку. Хочу. Далее. Тут всякие напитки. Пом-пом-пом-пом-пом. Но тут ингредиенты в основном ее. Нам это не надо. До Броньего, до Свидульки. Нам нужен продавец. Продавец всего, что на полях. Это не он. Вот он. Эдвин. Этот человек не хочет с вами сейчас говорить. Ну так он спит. Придется ждать. А я могу? У них тут возле костра нет? Не могу, к сожалению. Извините, мадам. Придется ставить костер. Рядышком тут. А на костер нам нужны веточки. А веточки я не собирал. Раз, два. Шесть веток. Нам она. Смастерить. А, еще добавили возможность снежки делать зимой и снеговика. Подождите, 16 веток нужно или я что-то путаю? Да, 16. Четырнадцать. Семнадцать. Одна веточка у нас останется в запасе. Мебель и декор. Костерок. И разжечь огонь. Спать. До следующего дня. Прекрасно. А я не взял этот молоток. Да, с ограниченным, с неограниченным весом было прикольно. Это всегда был при себе молоток. Можно было разрушить костерок и после себя не мусорить. Ну ладно. Что есть, то есть. Удобрения, значит, нам нужны. И по 15 семена. Морковь, пшеница, капуста. Я запомнил. Я целенаправленно пошел. Это Эдвин у нас. Покажи мне свои товары. Деревянная мотыга. Это инструмент. Нам не надо. Плоская шляпа. Не надо. Во, пшеница. 15 штук. Давай. 195. Неплохо. Дорого, дорого. Саженцы, вишни, груши, сливы, яблони. Хочу попробовать высадить на новом месте сразу. Как только определимся с местом, сразу хочу высадить все это. И морковь. 15 штук. Так, удобрения. 15 штук. Покупаем. До свидания, Эдвин. Теперь выкопать поле, удобрить поле, спахать поле, засеять поле. То есть мне не обязательно сейчас выбирать. А зачем я сразу туда пойду? Я туда сразу не пойду сеять-то. Я лучше вот поговорю с извозчиком. Расскажи-ка мне, парень, где я могу найти продавца? Ой, а в какой категории? И земледелие, добыча. У нас инструмент, это же по сути производство. Да, кузнец. В какой деревне есть кузнец? Лесница и хорница. Борница. Короче, это аж, судя по всему. Хорница. Тогда поехали. Мне нужно поехать в хорницу. Хорницу 300, а вот в эту лесницу 470. Ну, в хорницу поехали тогда. Че? Монеты есть. Можем себе позволить. Ой. Да, с цветокором хорошо. Мне понравилось. А ну-ка. Неплохо. Очень неплохо. Да. Я надеюсь, что у меня еще получится. Я увеличил объем веса видео. Мне не понравилось в предыдущих сериях. То слишком YouTube... Ну, он все равно, как ни крути, сжирает качество картинки. Тут еще зелени, всего этого много. А меня прям бесит. Мне хочется, чтобы даже если вы фоном смотрите, оно было красиво. Я постарался увеличить объем видео. Там настройки подкрутил. Думаю, будет лучше немножко. Где вот? Че-то я опять заболтался. Где, где, где? Вот кузнец. Вон он идет. Вон он. А ну иди сюда. Как тебя зовут? Блин. Ну, это, судя по всему, Джей. Значит, это Ян. Вряд ли это Т, да. Ян. Здорово, Ян. Слушай, мне нужно, чтобы ты... О, большой лук. За 300. 299. Прям как по скидке. Хорошо. Из одежды че? Подкова. А что делают подковы? Можно надеть подкову поверх верхового животного, чтобы снизить его выносливость, расходуемую при галопе. Это, наверное, полезно очень. Игрушечный меч. Прекрасный подарок для малыша. Интересно, это по квесту нужно будет или нет? Только в продажу у торговцев. А я могу экипировать его? Блин, я хочу попробовать. Игрушечный меч. До свидания, Ян. Ты только на меня, как на дурака, не смотри. А его нет в списке оружия. Нельзя, да, нажать? Эх, жалко. Ну, ладно, какому-нибудь мальцу подарим сорванцу пуска играется. Из ресурсов у него тут слитки. О-о-о-от. Прямо мое почтение, да, железный, оловянный, медный, и руда, все это, и бронзовый. Первая, по-моему, меч шла. Так, а из инструментов? Вот это ассортимент. Вот это я сейчас прям потерялся. Вот это прям подумать надо, что взять. ТЭКС. Я, короче, тут пораскинул своими ланцепупными мозгами. И решил, что мне сейчас однозначно понадобится кирка. Я хочу железную. В надежде на то, что она дольше всех прослужит. Поэтому, короче, ее берем. Вот так вот. Одна стоит 300 всего. Подождите, а почему большой лук? А, ее надо выбрать. 650. Далее мы берем косу. Тоже одну. Надеюсь, ее хватит. Итого мы уже 1200 потратили. У нас 3000 остается. Лопаты нам не надо. Мотыги это все тоже мы сможем скрафтить. Ничего страшного не случится. Топор. Топор, топор, топор. Топор и стрелы медные. Хочу попробовать. Где тут? Где тут? Где тут? Блин, железный нож. 4 сотки. Эх, блин. Охота будет лучше, я думаю. Давайте сравним, короче, железный нож и обычный нож. Нож. Серп. Серп. Не надо серп. Игрушечный меч уже взяли. Не работает. Простоволосился немножко. Подарю какому-нибудь сорванцу. Медные, медные инструменты. Где? Два медных топора мне надо. Вот. А лучше 4. Нет, 4 дорого. Возьму 2. Два медных топора и стрелы. О, нифига у нее прям наконечник какой. Сколько будет стоить? 40 стрел. Почти пятихатку. Пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Да ладно, нормально, че? 1800 остается, вполне себе. Все, короче, Ян, давай пока, гудбай и тебе всего хорошего. Зайдем-ка мы во вкладку инструменты и распределим тут немножечко. Лук у нас будет на единичку. Экипируем медные стрелы. У него 35 повреждения, а у каменной 25. Уже на 10 побольше. Стало быть продуктивней. Надо еще глянуть. Знаете, че? Отличается ли у них баллистика вообще в принципе. Оп, вот так вот. Далее у нас кирка на второй слот. Коса на третий. Ну, топор я все равно отдам, но пока на четвертый пускай. Надеюсь, я ему пока пользоваться не буду. И-и-и-и-и. Давайте спросим у извозчика. Блин, что-то я сегодня очень много говорю. Где у нас продавец того, что шьют? Здесь он есть. Одежда нам нужна и рюкзаки. Вот это ты? Егор. Игорь. А, Егор. Игорь. А, 9 лет. Подвинься, сынок. Мне нужно бежать, береги себя. Да качо, я бы ему подарил меч. Че, почему бы и нет? Где, 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 где? Вон сверху вижу. Внутри вот здесь. Блин, а раньше такого не было, что в поселениях здания были в штукатурке. Они все были в стоковом варианте. Это вот так вот выглядит вот эта швейная лавка. Тут у нас... А, оно же не кликабельно, да? Ладно, Каролина. Здорово. Давай-ка, знаешь, о чем с тобой поговорим? Покажи мне свои товары. Идем сюда. Здесь есть бурдюк. 220, кстати, бурдюк с водой примерно столько же и стоил. Здесь вся одежда понятна. Льняная нить. Лен. Ох, что я заметил. Я заметил, что чтобы переработать лен, нужно построить еще одно здание, получается. Вот к этому я не был готов. Игрушка только в продаже у торговцев. Прекрасный подарок для малыша. Ой, наверное, это можно дарить либо своим детям, либо по квесту где-нибудь, да? У нас 1800. Ну-ка, давай, показывай. Сортировка по цене, пускай будет. И от большего к меньшему. Стеганая безрукавка. Это для холода. Сидельная сумка. Седельная, скорее всего. Плюс 45 максимальный вес. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Ничего себе. Плюс 45 еще и к изначальному весу, да? Нормально. Большая заплечная сумма. Плюс 20 килограмм. А еще есть какая-нибудь? Малый седельный подсумок плюс 15. Большой кесет плюс 10. Заплечная сумма плюс 15. Котомка плюс 10. Слушайте, я читаю и прям я паникаю постепенно, потому что я-то думал, что тут рюкзак будет кило на 40, блин. А где он тут? Я его потерял. Большой вот этот вот кесет, судя по всему, это самый большой рюкзак. А, нет. Вот это большая заплечная сумма. Плюс 20 всего. Ой, ну она пятихатку стоит. Да и почему бы, собственно, и нет, да? Покупаем. Где-то тут я видел еще странную такую штуку, называется кошель. Она для чего? Плюс 3 килограмма. Ничего себе. Можно носить вместе с рюкзаком. Рюкзаком может использоваться для увеличения вашего переносимого веса. А сколько стоит 140? Давай. Нормально. А вот это что такое? Можно носить вместе с рюкзаком. Кесет. Я лоханулся, взял... Плюсуется к мешочкам. Котомка. Я запутался и купил фигни, похоже, да? До свидания, Каролина. Спасибо большое. Выходим сюда и смотрим. Есть для кошелька ячейка. Есть для сумки. Хорошо. Кесет куда? Вот. Кесет, короче, надо продавать. И большая заплечная сумма вот сюда. И у меня внешний вид, ну, преобразился однозначно. Только я думал, что у самого лучшего рюкзака здесь будет, ну, лямочки какие-то будут покрасивче, попродуманнее. А то он что? Такая, мне кажется, какая-то не особо удобная веревка. Ну, ладно. Что есть, то есть. А кошель что? Он вместо кесета. Ну, что сказать? Ну, что сказать? Устроено, как люди, желаем знать, желаем знать, что будет. Давайте вернем ей кошелек. Забирай за 70. Абсолютно бесполезная история. И нам нужно теперь идти... Да-да-да, увидимся. Уверен, что я еще, может быть, за одеждой приду. О, дама, а что вы сидите, руки в боки? Что-то стряслось или что? Дагмара, Дагма... Ох... Ох... А, Зигф... Зигфрида. О-о-о-о-о... Я с вами разговаривать не буду. Вот с такими именами сложно меня, ребятушки, это... Я вот подготовлюсь, высплюсь, повыговариваю скороговорки, и, может быть, к вам вернусь, а то обозвать боюсь. Извозчик, здорово. Завершить диалог. Мне нужно узнать у тебя, где я могу найти домашний скот, и мне нужны, нужны, нужны ослы. В первой серии мы, по-моему, спрашивали. Кутки. Спасибо, это все, что я хотел знать. Завершить диалог. У нас остается тысяча монет. Тысяча монет. И мы находимся на карте... Ох... Нормально нам пилить. Нормально. Сколько? 1154 метра. Но к такой тренировке-то я не готов. Наверное, придется ехать, скорее всего, до Гастовии. Тут ближе всего. А вот от Деники ближе всего вот к этому месту. Тоже приятненькое вот это место все-таки. А вот с другой стороны, здесь вот от Браники недалеко. И тут где-то мне говорили, это есть пещеры и залежи глины. Ладно. Открываем дерево технологий. Надо покупать потихонечку всякие разные штуки. И начнем мы с вкладки строительства. У нас здесь лежачий пень, изгородь из палок. Это уже куплено. Дровяной сарай тут уже куплено. Простой дом. У нас тут предметы декора, столы, скамья, штора. А здесь уже какое-то минимальное освещение. Наконец-то есть стоячий факел. Четыре сотки он стоит. Запомним. Четыре сотки нам уже как минимум нужно. В охотничьем домике тут птичий селок. Ну, птичий селок это неинтересно. Мне кажется, бесполезно. Каменное копье. Полтишок. Что нужно? Камень, бревно, льняная нить. Ну, тратить на каменное копье льняную нить. А как узнать, сколько она повреждений наносит? Ладно, потом. Вот, хижина травника. Тут у нас зелье в основном. И есть атрибут интерьера кабанья шкура. Ценой в пять единиц меха. Зельевеса. Хорош. Это все мы пока можем купить. Давайте не будем в это упарываться, в хижину травника. А вот тут вот уже есть что-то интересное. Большой лук. Дальнобойное оружие. Но пятихатку стоит. Не первая необходимость. Вот каменный очаг, первая необходимость. Ну, как по мне. Просто мне очень приятно, когда что-то такое, соответственно, стационарное. Тут из камней выложен очаг, и он горит круглые сутки. В центре города, например. Тут же вроде как ничего такого больше подобного нет. Но это тоже не первая необходимость. Хотя относительно дешевый рецепт. Можно оставить пока. Так, факел 400. Каменный очаг 150, 550 и того. Амбар. Мука и штукатурка. Фермерский сарай. Ничего нет. Курятник. Ничего нет. Ой, подождите. Вот тут вот есть вкладка «Корм». Готовится на верстаке в амбаре. Если у нас следующим пунктом откроется загон для ослов, которые, наверное, тоже стоят там аж тысяч по 300 миллионов денег, мне же нужно будет их кормить. Из чего делается корм? Из зерна и соломы. О, так вот зачем солому надо было собирать все это время. А я это игнорировал. Ладно, один день. Выделю чисто на сбор соломы. За кадром это все сделаю. Вкладка «Ремесло». А подождите, я селил. Сколько он стоит? 50? Давайте сразу возьмем, пока я не забыл. Потому что я что-то много сегодня болтаю. Как бы не заболтаться и не забыть про элементарные вещи. 50. Нормально. Пускай будет. Первый факел. Не, не куплю пока факел. Давайте посмотрим, что тут. Тут у нас тарелка и чаша. Это для блюд. Ведро и деревянный флакон. Это на продажу. Корзинка, декор. Кубок. Что делает? Можно продать для получения прибыли. Ковш. То же самое. Пам-пам-пам. Я понял. Льняная ткань нам также нужна. Делается из льняной нити. Вообще не задумываясь, покупаем это все. Далее. У нас есть предметы, которые увеличивают инвентарь. Кошелька тонка. Ага. И подсумки малые. Мешок. Это у нас для декора. Контейнер. Он тоже как и ящики кликабельный. И тюк. То же самое. Но это нам пока что не надо. Вы знаете, что я тут нашел в мастерской? Глиняные, блин, флаконы. А почему это хорошо? Потому что я на деревянных флаконах неплохо так поднялся. А тут вот глиняные есть. Если деревянный стоит три штучки, три монетки, то глиняные уже двадцатку. Нормальная такая инвестиция. Вполне себе. Я думаю, берем однозначно. Я глиняный, знаете, флаконный такой барон теперь. И у нас шестьсот шестьсот восемь монет остается еще. Восемь чего это такое? Восемь десятых монеты. Кусочек где-то надкусили, остался. Пока так. Пока так. Идем. Идем. Гастовию мы едем. И у нас вообще ничего не останется. Давай, поехали, извозчик в Гастовию. На пути домой я обнаружил, что тут вот возобновились залежи глины. Естественно, я их сейчас все выкопаю и сделаю глиняный флакон. Хотя бы один свой, первый. Сорок единиц глины получилось. Вроде бы все, что тут было, раскопал. Короче, хочу вас попросить написать такую историю. Во-первых, ножик, я думаю, я проверю в скором времени на охоте. Отличается ли добыча деревянного ножа от этого, от медного там или от железного. Может он больше срезает. А вот по поводу лопаты кирок прям реальный серьезный вопрос. Они, вот эти инструменты, медные, бронзовые, железные, в зависимости от ресурса, из которого они производятся, они дольше просто живут? То есть у них они ломаются дольше? Или они при этом, при всем еще и лучше добывают? Просто я пока не понял. Денег мне не хватило, чтобы сравнить. Купить две одинаковые кирки, там одну железную, другую бронзовую, посмотреть. Так, что тут у нас? Открываем сундук. Здесь инструменты, мы скидываем лишнее лопату. Пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Стрелы пока оставим, не слишком много весят. Вот, нож оставляем, косу оставляем, берем с собой сумку и мешочек. М-да. Сюда мы скидываем в этот сундук ведро с водой, оставляем себе бурдюк и чуть-чуть покушать. Сюда мы скидываем что? А сюда мы ничего такого и не скинем. Вот перья скинем. Глина. А куда я глину скину? Глину тоже пока сюда. И тут не хватит. Эх, нет, глину себе заберу. И пойдем, короче, вот остальное скинем. А, вот у меня тут есть глина. Да, значит, всю глину сюда. Ветки тоже. Бревно. Нормально. Вроде лишнего ничего нет. Хотя 32 килограмма у меня с собой. Многовато, многовато. Топоры. Раз, два. Два топора. Одно дерево, 3% у медного топора. Угу. Управление. Теперь должен значок слева вверху пропасть, что у них нет инструмента. Да, хорош. Что у вас по идее? Нормально у вас все по идее. Сейчас я сам только попью. А я же могу из инвентаря бурдюк с водой пить? Плюс 25 вода. Нормас. Лепешку съедаем, пока не испортилось. Овсянка сколько дает? О, хорош, хорош. Индикатор температуры в зеленой зоне у нас. Да и замечательно. А как бурдюк с водой наливать? Я через колодец могу? А, могу. Только надо пустой сюда приносить. То есть долить не вариант. Можно выпить лишнее и долить. Так, я не взял мотыгу с собой, что ли? Я вот взял косу железную. А мотыгу не взял. А мне нужно удобрять. Выкопать поле. Удобрить поле. Вспахать и засеять. Вот здесь мотыги у меня валяются где-то. Раз, два. Хорошечно. Идем дальше. К своим полям. И сделаем тут... А какое поле бы нам сделать? Опять капусты? Сколько раз растет вообще все это дело? Пшеница. Пшеница. Пшеница только годна для засева весной или осенью. Капуста весной и летом. Морковь весной и зимой. Удобрение это удобрение. Короче, мы сейчас только капусту сможем посадить. Соответственно, выбираем тут здание. Земледелие. Поле. И, 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 и. И, как-нибудь вот, раз. И нам нужно 15. 3 на 5, 15. Логично. Мотыгу берем в руки. Достаем и поехали. Меня все это время смущает, что этот парень делает это голыми руками. И индикатор того, что ты грязный, после работы с удобрениями, никак не пополняется. То есть он, по сути, получается, что не пачкается, что ли? Как это интересно так? Взял мешок, наложил туда удобрение, сунул туда руку по самый локоть. Высыпал все. И остался чистым. Так все это время я мог только одно поле, что ли, засеять? Серьезно? Теперь мне нужно построить амбар. Новое задание предприимчивость. Ага, я вижу. Я думаю, мы тут еще потусим. Закончим с квестами. В нашей импровизированной деревушке. А теперь что? Так давайте сразу соберем вот этот вот лен. Коса у нас на какую? Ну-ка, на троечку. Сколько у нас еще веса? А почему у меня так много его? Прям вот, что у меня весит? Коса 4 килограмма тоже. Короче, всего по чуть-чуть. Раз. Нормально. То есть оно не одну клетку, а больше одной клетки забирает. Вот это хорош. Вот это рассимир комбайн, конечно, ходячий. Ему бы еще во вторую руку косу, да? С двух рук. Фонарик на лоб и лопаты, да, в зубы. Получается так, ребятки, что за поле размером 50 ячеек мы зарасходовали 29% от железной косы. При этом при всем я еще мог сделать это еще более эффективно и взмахи свои отработать, потому что некоторые разы, когда он махал, там клочок маленький оставлял. И собрал с 50 клеток этого льна 395 единиц. Хорош вообще. Мне понравилось. Это очень интересная тема. Я надеюсь, что сейчас мы амбар построим, начнем производить, что там нам нужно. По-моему, лен тоже нужно там топтать или что-то. Что-то нужно сделать с ним. И прокачается ли, где у нас тут, древо технологии, свинарник. Ой, так это не так все сильно эффективно прокачалось, как я думал. Я думал, мы в этой серии уже обрадуемся, что можем загон для ослов построить. Тю-ю-ю-ю, дела, ребятки, дела. Ох ты, строительство 40 зданий, то есть я еще и в лимит не упираюсь в свой. Хорош, вообще хорош. Репутация династии уже полтора косаря. За что полтора косаря? Пища хватает, воды хватает, дерева хватает, работники два из двух. Стадия развития лагерь. Ой, а вы знаете, что я подумал? Что даже бы если мы в этой серии с вами, в древе технологии, добрались до... Где она тут? Загоны для ослов? Его ж бы вообще нерационально было бы здесь ставить, вот в этом нашем временном лагере. Почему? Потому что же потом нужно было бы переносить эти постройки. Блин, коса выглядит так массивно, классно. В общем, там более-менее ровное, да, изделие такое, не то, что там деревянная лопата, где и черенок-то кривой весь. А тут она прям, смотрите, уже как следующая стадия развития сельского хозяйства и производства инструмента в принципе. Нормально. Ровно и красиво. А что тут с физикой? Ня-ня. Эх, нет, физика вот. Рассимира есть, чтобы касаться воды, а вот с инструментами беда. Глубоко, глубоко. Строить амбар здесь или нет? Не знаю, ребятки, не знаю. Спорный моментик, конечно, спорный. При этом, при всем, у меня еще какие мысли? Блин, балабольная серия получается, но ничего страшного. У меня еще какие мысли? Я бы очень хотел, если бы в момент переезда на большую территорию строить первым домом самый большой дом, что есть. Ну, мне так кажется логичным, чтобы вот этот самый большой дом, изначально персонажа туда назначить своего, и чтобы у нас был уже большущий такой дом. В этом смысл. Хотел его там задекорировать, украсить, в общем, положить начало городу полноценному, с большого дома. Но до него еще как, блин, до луны. Пока амбара нет, обрабатывать лен нам негде. Давайте сложим инвентарь, ой, этот инструмент лишний. Мотыгу, кирку, косу, нож. Оставляем пока стрелы, оставляем мешочек, сумку убираем. У нас остается, что нам нужно скинуть? Вот игрушечный меч, кстати, я бы тоже убрал. Зачем его носить? Зерно пшеницы, лен, деревянная чаша. Так, вот деревянную чашу сюда. Зерно пшеницы и лен в бочку. И теперь хочу произвести первые глиняные флаконы. Но, как оказалось, для этого нужно, блин, построить мастерскую следующего уровня. Так, ну, магия монтажа, что ли? Та-дам, вот так эта штука выглядит. Вполне себе, уже дощатая крыша. Пришлось досок немножко скрафтить вот тут. И давайте глянем, я уже глину забрал. Появился гончарный круг. Выглядит, ну, так себе выглядит. Блин, как же мало в этих помещениях освещения. Очень мало. Табуреточка такая классная. Ой, а почему нельзя такую табуретку делать вместо вот этих вот пней дурацких? Было бы же гораздо красивее. Что мы можем делать за гончарным кругом? А, вот я купил флаконы глиняные. С одного флакона... Сколько появляется? Вот у меня сейчас 90 глины. Делаем флакон. Флакон. И анимация даже есть. Ничего себе! Так он все время, да, делает. Один кусок глины, это один флакон? Так это не новая мета. Деревянные флаконы, это как-то повыгоднее получается. Глиняные горшочки, бутылки. А, вот это бутылки для алкоголя. А что, для сока не? Давайте, короче, на все сейчас бахнем 90 глиняных флаконов. И по сути, в теории, сколько? Один двадцать стоит. У нас немножко навык улучшился. Мы его продадим за 12, получается, да? Сколько он у меня занимает места, этот глиняный флакон? Откуда у меня солома? А, я же крышу, получается, сломал от предыдущего здания. 18 килограмм весит 91 флакон. Вес 20, рыночная цена. Погнали, короче, в этой серии не буду пароваться сильно в стройку. Сейчас солому скину. Где она тут? Солома. Все, давай до свидульки. Попьем сразу. Бурдюк с водой. Отлично. И овсяным рулетом. Оп. Хорошо. О, овсяный рулет. Плюс 55. Сорт хлеба выпекается в печи на кухне. Неплохо так накидывает овсяный рулет. Плюс 55 пищи. Нормально. Хочу крафтить. Это надо кухню делать, да, ребятки? Чтобы печь. Это, соответственно, и мука нужна. Там и яйца. То есть это и курятник. А курятник, это значит и корм надо производить. Там такая цепочка выстраивается ради одного хлеба. Ничего себе. Нормально. А это, соответственно, и работники, короче, в этом, в амбаре или где это сейчас там все делается. И место их жилья. Соответственно, нужно и охотника. Вот это я не видел. Каменный топор берем. Доска берем. Пакел берем. И тюк. Большой тюк. Грушевый сидр. Плюс 35 алкоголь. Плюс 4,5 пищи. Плюс 25 вода. Употреблять с осторожностью. Бьем по мозгам. Нормально. Хлеб. Блин, а хлеб весь такой питательный. Ой, ребятушки. А тут случайно нету в навыках в дипломатии, как в фоллауте. Если ты прибухнул, то у тебя, значит, навыки чуть-чуть подрастают. Эх, жалко. Нет такого. Ладно, сейчас добреду до Гастовии. По времени вроде как успеваю. Сейчас добреду до Гастовии и будем толкать наши глиняные флаконы. Аделина, а ну-ка погоди. Покажи мне свои товары. У тебя есть 1479. А ты едой торгуешь, да? Мука, мак, хмель. Мак, я еще не видел такого. Тут есть мак. Используется для производства макового семени на верстаке в амбаре. А у тебя семей нету, да? А хмель что делает? А это уже урожай. Вот оно что. А из еды у тебя тут, ну у тебя готовое, да, уже все? Ржаной хлеб плюс 55. Пшеничный рулет плюс 67. И вот эти все пироги аж по 80 пищи. И стоят они, о, на что. Вот это да. Дорого, богато. Ну до этого, наверное, долго идти. Так, я хотел продать тебе глиняные флаконы за 14 единиц каждый. Соответственно, 91 флакон это уже 1200. Ну забирай, конечно. 1600. Доску тоже забирай, не хочу ее нести. Грушевый сидор. Забирай. Все, больше ничего тебе не отдам. Аделина. До свидульки. Хв, гуддей, да, взаимненько. Уже вечер. Вот это что тут такое? Интересная. Леопольда. Леопольда. Сколько лет? 29. Так, а нам нужна жена ровесницы Росемира. Ему 18. Так что нет, извини, Леопольда. Ты на мне подходишь. Фрида. 28. Нет, до свидания. Думаю, что серию сделаю немножко покороче. Хотя она из-за моей болтовни получилась насыщенной. Плюс еще поторговали сегодня нормально так. Вот. Следующий надо будет обязательно проверить разницу между железным и каменным ножом. И от вас хотелось бы прочитать кирки и лопаты в зависимости от деревянного к железному. Они вообще влияют на полученный ресурс добываемый или нет? Может быть они одинаковые, просто более долговечны. Такие дела. Ну и по квестам нужно пройтись. Амбар построить. Я думаю, за кадром еще пособираю вот то, что у нас растет. Не пшеница, а как же она. Господи, сено точно. Вот сено. Пособираю за кадром. Ну а на сегодня, на сегодня, наверное, все, ребятки. Большое спасибо за просмотр. И еще раз огромнейшее спасибо за фидбэк. Это просто, это лучшее, что я читал. Так много комментариев и так много действительно дельных, годных советов, о которых я даже и себе представить не мог. Один из которых, кстати, нам нужно будет с вами обязательно попробовать совет для декора. Оказывается, что можно в недостроенный фундамент дома построить факел там, который нам еще купить предстоит, и достроить дом. И тем самым внутри дома будет освещение уже готовое, и оно будет там всегда. Вот, мне очень интересно на это посмотреть. Ну и до встречи в новых сериях. Всем спасибо за просмотр, вкусного чая и добра. Субтитры сделал DimaTorzok